почему в помещении ни в коем случае нельзя открывать зонт согласно мнением наших предков зонт в жилище нельзя раскрывать ни в коем случае тот кто будет нарушать данный запрет навлечет на себя множество неудач и различных неприятностей корни этой приметы имеют начало еще в древнем риме по легенде на бедную голову одной из жительниц города обрушили стены и ее собственного дома после того когда она раскрыла в нем свой зонт поэтому открытый зонт держать в жилище также не рекомендуется так как согласно приметам от вас в ту же минуту могут отвернуться боги защищающий как домашний так и внешний мир все это связано с тем что зон предназначен охранять человека от неудобств а также связано с мифом об аполлоне боги солнца от лучей которого древних римлян спасал непосредственно зонт поскольку первоначально он использовался в качестве защиты именно от яркого солнечного света а также сильные жары и от других неприятностей которые были с ними связаны в той или иной степени и таким образом аполлон мог обидеться на раскрытый жилище зон поскольку там и так не очень много солнца а люди пытаются от него еще и спрятаться а домовые духи хранители очага видели в открытом зонте никого конкурента который должен был оберегать людей только снаружи и таким образом не очень гневались на его присутствие в доме и могли вытворить мелкие пакости своим хозяевам пасть по другой версии друзья зонт не рекомендуется раскрывать жилище из-за того что он занимает слишком много места в таком состоянии и начиная его обходить человек может нечаянно задеть какие-то другие вещи и даже что-то разбить например зеркало а с этим связано еще одна плохая примета в доме также раскрытый дом жилище может символизировать бедность так как в старину малоимущие люди держали зонт открытым для того для того чтобы уберечь свой дом от протечек в крыше ведь не все могли позволить себе сделать ремонт каким же образом можно просушить зонт не раскрывая его в квартире для этого друзья рекомендуется в сложенном состоянии подвесить его в ванной где он достаточно быстро просохнет зонтом связано очень много других разных примет например если найти чужой зонт на дороге на улице это знаете что это не очень хороший знак поэтому найденный зонт лучше не стоит поднимать поскольку вместе с ним можно забрать себе все нехорошее что было у прежнего владельца это неприятность болезни и проблемы но в то же время если вы обнаружите зонт и просто отведете глаза это тоже вас не спасет от неприятностей нужно взять зонт и отнести его в самое людное место согласно еще одной примете если вы по привычке бросили зонт на свою кровать или диван то также допустили к сожалению большую ошибку такой вроде бы безобидный жест может надолго оставить вас поступают поступление финансов также не очень хорошо если вы случайно уронили на землю зонт это неминуемо может привести к различного рода неприятности а вот на чужих людях и людей эти неприятности к сожалению распространяться не будут поэтому если вдруг это произошло попросите поднять зонт кого-нибудь из посторонних если же поднять данный аксессуар оказалось некому и вы это сделали собственноручно то когда вернетесь домой обязательно посмотрите в зеркало таким образом вы сможете снять себя всю нехорошую энергию если вы хотите рассмотреть зонт в качестве подарка для кого-то то лучше оставить эту затею и подарить что-то другое так как согласно поверим такой подарок как зонт может принести своему хозяину проблему и несчастье зонт и лучше покупать самому а не принимать их да но если так получилось что вам его все-таки подарили не расстраивайтесь и не торопитесь его выбрасывать просто отдайте дарящему за него несколько монет и тогда ваш зонт будет уже для вас не подарком а покупкой кстати таким образом иногда можно обманывать судьбу когда вы вынуждены получать дар другие нежелательные подарки такие как ножи и полотенца или часы дарить зонт не рекомендуется еще из-за того что весь следующий год уменинникам может быть серым и пасмурным есть еще одна примета в которой зонт определяют по цветам считается что прячущаяся от дождя девушка который использует зонт зеленого цвета скором времени встретит свое счастье а вот иметь зонтик оранжевого цвета вообще не рекомендуется поскольку согласно примете он может притягивать в жизнь своего хозяина нехороших людей и даже воров и вообще делала человека раздражительным и нервным таким образом друзья даже обычный зонт может стать источником многовековых примет которые если взынуть на них поглубже вовсе не являются лишенными здравого смысла друзья вот вы теперь знаете что вам делать зонтика в каком случае вы можно осушить дома в каком случае нельзя ну а также теперь вы знаете как вы можете обмануть судьбу если хотите кому-то подарить красивый и необычный зон друзья на сэмбл к на как всегда эзотерика для тебя подписывайтесь наш канал ставьте лайк если вам понравилось это видео но также пишите ваши вопросы и комментарии но мы друзья прощаемся и услышимся следующий кефирах пока пока